Добро пожаловать в Сантьяго де Кампостела! Финальную точку путников, паломников пути Святого Иакова. И вокруг меня вы видите людей, которые прошли длинный путь для того, чтобы увидеть собор Святого Иакова. Кафедральный собор, к которому стекается большое количество паломников. Именно здесь упокоятся останки ученика Иисуса Христа Святого Иакова. Этот собор у нас был построен, начало строительства было в 1075 году. И он здесь стоит уже практически больше тысячи лет. Посмотрите, какой высоты, красоты и архитектуры этот шикарный собор, который занимает по своей важности и значимости третье место в мире после Рима и Иерусалима. Именно сюда стекаются верующие люди, которые хотят прикоснуться не только к истории, но и поближе стать к Богу. Мы находимся на площади. Помимо того, мы здесь сразу видим старое здание Аюнтонамента, которое находится напротив, и оно тоже впечатляет своими размерами. Ректорат Университета Сантьяго. И мы находимся именно в том месте, куда стекаются все перегрымы, проходя свой святой путь Иакова. В этой точке ставится последняя печать, и получается диплом. Диплом дается тому, кто прошел от 100 километров пешком, либо на лошади, либо от 200 километров на велосипеде. Этот человек прошел 412 километров. И это второй раз, когда он проходит этот путь. Вот такая печать. А также они приходят сюда не только поставить печать, а посмотреть на собор святого Иакова, где захоронят останки святого Иакова, этого любимого ученика Иисуса Христа. Посмотрите, сколько здесь людей. Здесь собирается очередь, здесь каждый день стекается большое количество людей. А мы идем дальше. Собор святого Иакова находится самый большой кадилл в мире, который последние 700 лет служит. Используется на богослужениях. Для того, чтобы его поднять, требуется, посмотрите, несколько человек. И для того, чтобы оно работало, нужно около 40 килограммов угля. Тише, тише. Вы специально это делаете? Нет. Смотрите, смотри. Смотрите, смотри. Уголек из-за этого. Спасибо. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нам пришлось улететь на марш, чтобы хоть что-то поесть, потому что в Сантьяго до Компостелло все занято. Ресторан называется Марта, что первое, это марш, а мы находимся все там же. Реально все забито. Мы искали, наверное, минут 40, чтобы найти место, где можно поесть типичной еды. Вообще, на самом деле, везде предлагается типичная еда Галисии, но там, где нам нравился вид блюда, было уже занято, а там, где было свободно, конечно, и ценник, и блюдо выглядело не так аппетитно. Поэтому мы остановились здесь. Что же едят в Галиции? В Галиции самое популярное, это, конечно, осьминог по-галисийски. Посмотрите, сочный, вкусный, ах, с этим перчиком сверху. Далее у нас идет перец Падрон, Пимента де Падрон тоже. Это сезонное блюдо, стоит попробовать. Кстати, я его еще не пробовала, сейчас я это сделаю первый раз в жизни. Смотрите. Пимента де Падрон, фишка в том, что здесь среди них есть острые, есть неострые. И как вам повезет, если вам попался острый, можете загадать желание, но обязательно сбудется, мне попался нормальный перец, я очень рада. Далее у нас, не знаю, к чему перейти, на Энпанадея, да? Это типичный пирог с треской, галисийский, да? И здесь мы видим, что помимо трески тут еще много, вот есть он, перец у нас, томаты, лучок, баклажан, в общем, овощи. Овощной песок тамбуриньес, тамбуриньес, называется. Я еще не пробовала, но все это для вас я попробую и расскажу что-то как. И, конечно же, пиво все это шлифуется самым вкусным пивом Галиции, называется «Звезда Галиции». Его пьют здесь все-таки совместно, и, ну, не дай бог, тут выпейте другое пиво, сразу на вас, как на предателя, посмотрят. Вкусно? И прогуливаясь по переулкам, мы набрели на такое шикарное кафе, кафе-казино. Нас привлекло внимание, конечно же, эти статуи в витринах, потому что, ну, невозможно пройти мимо обнаженных статуй, которые на тебя взирают, сукоризненно как-то еще ничего не попил, кофе. Иди, заходи, пей кофе, у нас тут интересно. Мы зашли в казино, оказалось, чуть меньше 200 лет. Это кафе, здесь можно, конечно, и пообедать, здесь можно выпить очень вкусный кофе. Раньше здесь располагался казино, настоящий казино, тут даже есть рояль, за которым дают концерты по вечерам пианисты. Тут у нас приходят, собираются поэты. В общем, уникальное заведение в стиле 20-х годов того времени. Тут все деревянные мебель, деревянные стулья, вся мебель с тех времен. И хочу сказать, что здесь сейчас, в этом году, проходит выставка известного скульптора Рамона Гадона. Он в этот раз выставляет вот таких интересных статуй, такие интересные статуи обнаженные, которые просто вот цепляют глаз. Вот ты сидишь и думаешь, ну что он так насупился, что у него там, кофе что ли был невкусный? На самом деле эти статуи, которые несут с собой, что между собой у них идет диалог. Каждая статуя, она внесет определенный смысл. Гнев, раздумья, разочарование, опустошение. Поэтому тут сидишь, попиваешь кофе, либо что-то покрепче, и наблюдаешь за их внутренним диалогом между собой. Обязательно зайдите сюда. Редактор субтитров А.Семкин